Настрой Да, да, да Говорит, все мы грешны, чем грешны Тяжкий грех у меня Говорит, ну говори, как-то мы будем обсуждать Он говорит, не верю Об представляете, если его батюшка сказал Настава Станиславского, что вот Не верю Ну да, день действительно сегодня удивительный Сегодня можно говорить правду Всем буквально, а все будут Думать, что я шучу Да, будут сомневаться Шура, а ты часто же разыгрывал Я думаю, что уж ты Человек, который Ну уж, даже вместе с тобой Как-то у нас случались всякие разные истории Да, это точно Но Шура человек не жестокий, поэтому если разыгрывал кого-то То, наверное, по-доброму, правда? Ну, все дело в том, что так жизнь складывается Что розыгрыши Они все время присутствуют Просто сегодня день такой В который как бы принято Как это говорит девушка, у вас спина белая Ой, ладно, у меня вся тело такая Вот здесь примерно то же самое Поэтому жить надо все равно с улыбкой Вы знаете, оптимизм, он все равно помогает выжить В любой ситуации Это действительно так Знаете, вот я вспоминаю эту Знаменитую Розу Марковну Которая говорила, что она прожила в браке 20 счастливых лет Правда, для этого ей понадобилось Пять мужей Но это неважно Главное, что она была радостной Счастливой Вы понимаете, и этот день, который празднуют Отмечают, разыгрывают С незапамятных времен Но на самом деле, да Если даже порыться в интернете В историях, во всех Эти упоминания 1698 год Скажем, что шутили всегда люди Я думаю, что с тех пор, как люди появились на этот свет И они, конечно, шутили Потому что вообще На самом деле, это, мне кажется, даже чувство юмора Категория такая, близкая оптимизму А это уже философская категория Это значит, я не сдаюсь Я умею всегда во всем Даже где-то, может быть, и в плохом Найти какое-то полезное зерно для себя Правда? Ну да Поэтому оно помогает, правда, жить Вот я иногда вспоминаю Ну вот сейчас опять мне почему-то пришелся Этот эпизод Да, ню-ню Эпизод из программы Когда Юрий Никулин рассказывал Он же воевал И когда он рассказывал Что когда они пошли в разведку И встретились немецкая и русская разведки И разбежались на обе стороны Лес посредине дорога И случайно немецкий солдат Попался вот в эту, в их компанию русскую И они, поскольку они, ну они же разведка Они решили не стрелять И они берут за ноги, за руки немца И перебрасывают его туда, на его сторону И пока он летит, он пугнул И они, ну вот такой казус, да, получился И они рассмеялись И с той стороны, и с этой стороны И ни одного выстрела не произошло Потому что все-таки, правда, чувство юмора Великая вещь Которая, наверное, объединяет все-таки людей Да, конечно, я как-то рассказывал По-моему, уже вспоминал тоже Вот Великая Отечественная война И мой дедушка, Вергунов Семен Иванович Который попал Ну, он контузил, он был командиром Этой, как, заставы И отстрелился до последней Контузила, все, его взяли в плен Концлагерь, он бежал, его поймали Другой концлагерь, он опять убежал И его в Освенцем в третий раз Засунули, как самого злостного побегуна И он назначили главным по бараку И немцы не могли понять Почему после страшных пыток Трудов там, они же работали Все прочее Они запирали этих в бараки И оттуда доносился хохот Потому что мой дед был отчаянным анекдотчиком И вот этот вот Весь свой дар Он дарил бараку Слушайте, вот это настоящая победа Ну, да, да Человека можно убить, но чувство юмора не убьешь Организовал единственный массовый побег За всю историю из Освенцева Да Здорово, слушайте Он закончил войну в Берлине потом Ну, это долгая история И не про сегодня Это значит, знаете Я про присутствие духа Да, да У меня самый главный смертный грех Да Поэтому, да У вас, наверное, по этой поврежденной Семейной линии передалось Оказывается, чувство юмора Да, передается по наследству Ну, наверное Хотелось бы в это верить Кстати, это дед А у отца как с юмором было? Да, еще как Вы понимаете Вот как-то Про нас рассказывали много всего разного Но маме, конечно Маме с нами было тяжело Ну, три Трое мужчин в доме, да И все Такие хохмачи Как бы с чувством юмора Понимаете Но когда мы, допустим, встречались За одним столом Когда мы собирались Брат-то у меня тоже вояка И военный И мы собирались вместе И, естественно, были какие-то Ну, допустим Мало кто верит Но Отец устраивал, например, соревнования Мы сделали с лалом На лыжах с пятого этажа Кто быстрее Я думала В елках это впервые было Помните елки А оказывается Уже до этого Это, я вам скажу Год, наверное, 72-й Где-то вот 73-й Я уже был студентом Я приезжал И мы на лыжах Пионеры И мама с криком кричала В этом виде спорта В общем, то, что она кричала Это не важно Ну, то есть С чувством юмора Все было в порядке В семье Скажи, тебя легко разыграть? Потому что, мне кажется Ты все время Ты думаешь, он доверчивый очень Так я думаю, что он наоборот Недоверчивый Крайне недоверчивый И чувствую Знаешь, мне вот нравится Из этой категории Вот Марка Твена Что-то я вспоминаю Он как-то сказал Про 1 апреля Он сказал, что Говорит Этот день нам напоминает Кем мы являемся Все остальные 364 дня Вот Дело не в этом Дело в том, что Я всю жизнь Мне ни разу не разыграли На сцене Не раскололи Серьезно? Вот есть такое слово Расколоть Да, вот Довести там до смеха Это вот у нас Идет спектакль Паня Каханко Чудесный спектакль Спектакль О последних Радивиллах Очень интересно написано Изумительно поставлено Действительно Я просто воспеваю Этот спектакль И там играет Белла Амовна Масумян Народная артистка Она Очень легко Поддается На юмор Вот На улыбку Ее очень легко Расколоть И в один момент Там прибывает Царь Король Польский Польский Пенат И она Его Подчует Там приносят Слуги Разные блюда Она открывает И комментирует Что там Да, там Это, это, это И одно блюдо Открывает И говорит Губы Лося в маринаде Ну и как-то Это все Игралось Нормально Пока Хороший артист Вася Гречухин Не положил Туда из поролона Заботливо Вырезанные Губки Такие С красным И она такая Открывает Губы Лося И у нее Катятся Слезы И последняя И вся сцена Прошла Такая В тишине Под слезы Беллам Трудно было Сдержаться Ее легко Понимаете Вот мой Когда-то был Коллегой Но он и сейчас Остается коллега Но мы вместе Работали Есть такой актер Олег Степанюк В театре Кукол мы работали И у нас шел Спектакль Мастера Маргарита И я играл С травинского Да Мощный Мощный был спектакль Мощнейший Из Москвы Приезжали Смотрели Восторгались Действительно Был Удивительный Спектакль Вот Но естественно И мы в этом И спектакле Тоже хулиганили Немножечко И все прочее Вот И я играл Среди прочих ролей Играл С травинского Профессора И ко мне приходил НКВДшник И это был Олег Степанюк Прекрасный артист И очень выдержанный Очень тактичный Человек И я ему Чтобы Ну развеселиться Все в кулисах Все все равно Собирались Я его всякий раз Называл Разными именами Соответствующим Тому времени Называл Ну Тракторин Созидалович Будьте добры Там Да Или Октябрин Там Первомаевич Там Ну что-то Какие-то Дурости Придумывал Вот Все пытаясь Его расколоть Он нет Он спокойно Играл И все прочее Апрель месяц Нам ставят Этот спектакль В репертуар И когда Выходит В очередной В очередной В очередной раз Олег Степанюк На сцену И ожидают Все Какое же Интересное имя Я на этот раз Приду Я его просто Говорю Олег Николаевич И все И Олег От неожиданности Встал в ступо Это был удар И он так Чтобы не сорвать сцену Он только развернулся И ушел в кулису Молодь Это было смешно Это было весело А меня почему-то Никто не сумел разыграть Вот Ну как-то Не случилось Слушайте Не дома Ну хорошо На сцене Ладно А дома разыграть Вас могли же ведь Ну не знаю Как угодно Штаны зашить С утра хотя бы Вот насчет штанов Это мы были в круизе То есть это Попытка была Да Нет Была Была Мы были в круизе Еще тогда С театром Христофор Удивительный круиз Невероятный Там были чудные актеры Там были песниры Вот от Беларуси Были песниры Гостюхин и Христофор Вот Там была группа Назарет Класс Это класс Там была Вот Мы перед вами встретились Как была у нас Группа была Вот пела Вот это А-студио А-студио Ребята А-студио там были Какие интеллигентные ребята были Просто супер Вот И так далее И А я же Тоже Как бы Большой любитель Дурака Повалять Короче говоря Я взял Ребятам Сшил штаны Ну вот Штанина Калашина Каким именно Своим Назарет Назарет И падает И это было Срочно Это было смешно Ребята Взяли Купили Машинку Такую Специальную И взяли Мне штаны Прстрочили Чтобы я тоже Но они-то бедные Это самое страшное В розыгрыше Ждать Когда Наконец А я почему-то решил, что эти штаны я уже выкурил, сложил и стал носить другие. И вот они извелись до самого Минска. Это интуитивно, что ли? Да, я как-то даже и не подумал. С вами неинтересно тогда, как разыграть человека. А вот было там интересно, мы прибыли в город Лимассол. Это Кипр. А там вот самый дальний пирс поставили. И надо было идти долго, чтобы выйти в город. Там было долго мимо забора такая сетка. И вот идет Садальский. Чудный артист Садальский. Клара Лучко. Изумительная, мягкая, нежная. Дмитриев артист. Ну и так далее. А мы что-то оторвались и впереди. А с той стороны сетки стоят продавцы и говорят, предлагают шубы. Шубы, шубы, шубы. Мы сначала отнекивались, а потом мы начали говорить, что мы-то нет, а вот сзади идет магнат Садальский. Вон его пароход. Он как раз ищет. Вот он приехал сюда скупать шубы. И они все Садальский, Садальский, Садальский. Ну мы проходим пункт выхода. Нам ставят штампы. Все, выходим. Тут же нас загружают шубы, шубы. Мы им всем объясняем. Все. И сами за колонны там какие-то спрятались. Смотрим. Появляются. А идет Садальский. Все кричат Садальский, Садальский. И Клара Лучко ему говорит, смотри, тебя узнают. И они выходят, чтобы идти в город. А там все Садальский, Садальский. Короче говоря, все три дня, которые мы стояли в Лимассоле, Садальский так и не попал в город. И не сумел. Ему не дали прохода. Он потом бегал и искал, какая гадина это сделала. А шубу купил? Да какую шубу? Барин Садальский. То есть, ну да. И на том же круизе, в том же мы взяли, как-то вывесили. Там был чудесный писатель Войнович. Удивительный дядька. И опять-таки Дмитриев. Мы взяли и написали объявление, что в кают-компании в 14 часов завтра состоится выступление Войновича и Дмитриева, которые будут петь веселые куплеты. И народ туда к 14 часам на утро на следующий день они пришли, собрались, а их нет. Понимаете, пошлали гонца. Они там на верхней палубе ни сном, ни духом отдыхают себе. Их, значит, взяли, привели, говорят, вас ждут, кто ждет, зачем ждет. Вот сюда привели. И давайте, мол, выступать. Они растерялись. Войнович говорит, ну и давайте я расскажу, как я писал Чонкина. Они говорят, не, куплеты. У него глаза вот такие, Дмитриев говорит, ну я расскажу, как мы снимаем. Куплеты. И, в общем, довели их до состояния истерики. Выручил хороший артист Анкудинов, Андрюша есть такой питерский. Он сел к роялю, начал играть куплеты, потом мы подтянулись, и вечер пошел своим чередом. Вот интересно, все эти люди, они узнали в конце концов, кто же их так... Нет, нет, мы, это было бы очень больно, поэтому мы скрылись. Шура, смотрите, ну хорошо шутить над теми, кто понимает шутки и кто ведется, скажем так, и они прощают это. Но бывало такое в вашей практике или практике кого-то из ваших родных, близких, друзей в основном, наверное, когда пошутили, у человека это чувство юмора и нет, а... Частенько такое случается, частенько. Но вы знаете, мы... Прямо хотел спросить, не бивали? Не был ли бит? Да. Нет, бит был, но по другим причинам. Вы знаете, наши шутки, это ерунда. По сравнению с шутками, вот я недавно узнал, вот по поводу чувства юмора и серьеза розыгрыша. Один чил, человек, вот на Аляске, целый год подлец собирал шины. Обычные шины, отработанные от машины, да? Вот. И таскал их на потухший вулкан возле города. И 1 апреля подлец поджег их. И сказал, что это вулкан. Да, это ж страшно, это дым такой, все. И МЧС в готовности, полгорода в панике. Вот как его не побили. Ну, наверное, штраф влепили, я так думаю. Ну, наверное, я не знаю, чем эта история закончилась, но я говорю про то, что розыгрыш, розыгрыш, люпус эст. Абсолютно. Поэтому, друзья, кто решил кого-то разыграть, подумайте о последствиях. Да. Шура, а вот когда-то в Христофоре, ну, поскольку это театр сатиры и юмора, 1 апреля, это был как Новый год день? Ну, примерно, да, но это действительно был наш праздник, наш праздник дураков. Никуда от этого не денешься. Ну, да. Ну, это праздник дурака называется, чтобы никого не обидеть, на самом деле. Ну, а у нас уже это называется День юмора. Ну, да. Но, между прочим, еще Петр Первый это обозвал как День дурака. Между прочим, и когда его самого разыграли, там же в Питере приехали немецкие актеры, да, и какие-то там музыканты, там, актеры, артисты, вот, и объявы были, что в таком-то месте будет состоиться представление, будет называться представление для дураков, и Петр Первый со всей своей челедью туда тоже явился, собирался народ, ждали, 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 когда назначилось время, а занавес кто-то уже не вытерпел, пошел открыл. Жив остался тот, кто пошутил. А там было написано огромное, с днем дурака, дорогие там, вот, а эти ребята, которые это все, они уже далеко были от Петербурга, и они подсчитывали денежки, и Петр не обиделся. Тогда очень они любили шутить, на самом деле, я помню, что был какой-то парк, и там открывали такие фонтаны, которые случайно, вот, нажимаешь случайно, и они начинают биться, и раньше же надо было, ну, женщина красиво одета, красивая прическа, которые нужно было укладывать там три часа, и вдруг раз, и они за кустами ждали, так что... Да, и даже Петр сказал, что да, это день дурака, это день комедианта, и поэтому никаких погон, ничего, и поэтому мы тоже играли, и ставили обычно на 1 апреля, ставили свои премьеры, и народ это знал, и мы вот год готовили, чтобы первого, как это говорят, выстрелить, понимаете. Вы знаете, я вот подумала, что у нас у Беларуси вельми любят пожертвовать, и вот, белорусский гумор, так само, мне сдаётся, что гумор, что перешла на белорусскую мову, гумор, это у души, у сердца уже, передается с поколения у поколения, на самой справе, когда у любую вёсочку поедешь, и там вельми любят пожертвовать, я вот зараз вспомнила гэтую песню, и не трыба нас вучить обувать в лавте, добрая ведутся, и в эту привыку такая, есть песня, на самом деле Саврея Анатолия Армоленко, спевая гэтую песню. Ну вот, я хотела что спросить, вот Витя сказал, театр сатиры и юмора, сатиры и юмор, совершенно разные вещи, вот для вас, вот Шура, что есть сатиры всё-таки, что есть юмор, потому что иногда ходишь по лезвию бритвы. Да, это на самом деле, и главное, ни в одну, ни в другую сторону не скатиться, не свалиться, но что такое сатиры, что такое юмор, уже классики юмора определили, это, по-моему, Жванецкий сказал, что юмор, это когда страшно, смешно, а сатиры, это когда смешно, но страшно, понимаете, но от этого никуда не денешься, понимаете, и я считаю, что да, прав был великий Гоголь, который считал, что юмор и сатиры это самое мощное оружие, это действительно так, правы были все его последователи, и великие тоже, ну, я их так считаю, юмористы, начиная от Жванецкого, продолжая с Задорновым, Альтовым и так далее, Трушкиным, которые действительно, знаете, как это говорят, вот вы, ты из себя там, мне домашние мои, ты выходишь и таким дураком на сцене себя представляешь, да нет, ребята, это для тех, кто попроще дураком, я кажусь, да? Это домашние так говорили? Да, это к разговору, опять-таки, пока шуру в угол их не поставил, дело в том, что мы же смеемся над этим состоянием, поступками и так далее, и это, может быть, хоть кто-нибудь, один глазки в себя перевернёт. относимся, немножко критики как раз-таки, да, вы вызываете. Мне отец в светлой памяти говорил, ты что это военных изображаешь, ты что, ты из военной семьи, как ты можешь? Мы же воен. Да в таком виде ещё, да? Да ещё вот такие вот, как ты, я говорю, папа, кого? Он говорит, ну, я не знаю, врачей играй. Я говорю, чем, и у нас вечный спорт такой, понимаете? Розыгрыши, вообще удивительное дело, и вот по поводу чувства юмора, да, одна компания мне очень понравилась, я не буду её называть, потому что она достаточно известная, у неё сеть этих фастфудов, вот, и они как-то на 1 апреля выдали то, что они выпустили этот самый бургер для левшей, понимаете? То есть, да, там всё то же самое, начинка та же самая, они там в рекламном слогане, да, только он повёрнут на 180 градусов, и пришли огромное количество дураков, которые пришли требовать именно этот бургер, а он, а он, естественно, был чуть-чуть дороже, чем для правшей, понимаете? Ещё и поднялись на них. Люди на этом заработали. А, Шура, молодцы. Вас с вашей внешностью известны уже, с вашими усищами, вот узнают же где-то... Сейчас уже усики, видите, я подстриг. Да, но скоро отрастут опять. Узнают же в магазине, где-то на базаре, вы умеете торговаться, кстати, тоже, наверное, вот уступают. Вот чего не научился, вот это торговаться. А потому что, я знаю, когда Шура увидит, мы вам сделаем скидку. Да, Это 100%. Нет, 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 тоже пытаются, бывает, нет, я как-то, ну, я стесняюсь. Нет, я в два раза дороже заплачу. Ну, стесняюсь, ну, вот как-то это, нет, узнают, конечно. Но приятно же. Приятно, и когда узнают, приятно просто улыбаются, естественно, я тут же рассказываю анекдот в ответ. Одна шутка, 10% скидки, два анекдота, 20% скидка, то вот так, давайте мы вас научим. Не, 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 не умею. С вашими таталантами. Вряд ли научусь, спасибо большое, но лучше просто делиться улыбкой. Конечно, Шура, ну, вот как делиться улыбкой, когда вот наша программа называется настроение? Ну, иногда, и у веселого человека бывает, что настроение не очень, не на высоте. Вы как-то пытаетесь искусственно это настроение поднять? Или думаете, ну, хорошо, раз уж так пошло, пусть так и будет, ну, а если спектакль? Ну, не вредно, это крайне не вредно. А если спектакль, если нужно выдавать на гора выступления? Там коллеги помогают, ты же слышишь, как разыгрывают друг друга. Ну, да, это когда мы были в Христофоре, одного нашего коллегу разыграли так, вот это подчасти, вот обидно, не обидно чувство юмора или отсутствие чувства юмора. То есть, мы взяли ему в плаще, вот плащ, да, и мы в плаще подмышкой наклеили ему волосы от 3П, понимаете, а тогда не было у нас это машин, и он в метро ездил. Ездил и держался за поручьем. А он не заметил? И очень гордился, что его узнают все, главное так. И несколько дней так вот ездил, пока вот не обнаружил. Знаете, ну, как-то так. Как так можно? Это безобидные шутки, понимаете? Вот что у них безобидные шутки. Это хорошо, что не женщина, если бы женщина, убила бы, наверное, да. С женщинами так и нельзя шутить, я думаю, что с вами этого и не случалось. Не случится, вы знаете, даже сейчас в этих сложностях на серьезный брак. Которые вокруг нас сегодня, да. Да. Мы тоже находим какие-то выходы из этой ситуации. Например, вот у меня есть большой друг и актер Игорь Андреев. Мы с ним взяли сейчас и написали вместе, и сейчас репетируем свою программу. Мы молодцы. Вот и все. А почему нет? Вот почему нет? Почему бы и не да? Правда? Да. И слава богу, что такие люди, как Игорь Андреев, как Олег Степанюк, как вы, как много еще. Как наши радиослушатели, да, которые тоже с чувством юбора. Я думаю, что сегодня с удовольствием послушали вас. Шура, спасибо огромное, что вы к нам приходите иногда. Спасибо вам, что приглашаете. Мы очень рады, и я думаю, что наши радиослушатели тоже. Спасибо за хорошее настроение, за анекдоты веселые. Всех обнимаю, женщин целую. И ждем премьеру новой программы, о которой только что рассказал. Да-да. Шанон и Сябре, программа «Настрой протягивается», заставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!